Всем привет, друзья! Как у вас дела? Мы сейчас в загородном доме в Корее, отдыхаем, и я пошла переоделась, буду купаться в бассейне, пока еще совсем холодно не стало, потому что, как оказалось, 28 градусов, немножко все равно холодновато становится, когда уже солнце садится. Пока светится солнце, еще нормально, то есть тепло, можно погреться, позагорать, а без солнца флажновато, поэтому я сейчас пойду купаться, плавать, и, кстати, я стою здесь на балкончике, вот сюда нельзя выходить, потому что здесь закрыто, ну, наверное, ради безопасности. Когда я была в Турции, многие хотели, чтобы я показала себя в купальнике, хотя я себя снимала, вот, собственно, показываюсь, вот так я выгляжу в купальнике. Уже кто-то поет в караоте. Офигеть, здесь русской коробки, что ли, есть, да? Классно. Я думала, что будем сегодня только корейские песни петь. Офигеть. Иван, быстрее идем купаться. Сейчас, сейчас, сейчас я иду. Что, тебе не холодно? Быстро говори, мне не будет холодно? Не будет, там чуть-чуть. Иди купайся. Вика, там есть, оказывается, русские песни, прикинь? Да, так что мы сегодня оторвемся по полной нафиг. Мы думали, что просто только корейские. Сейчас я нырну. Сейчас. Дети прям таки хотят, чтобы я пошла купаться. А мужская часть здесь играет. А еще я сегодня хотела ответить на вопрос, почему когда-то Серж с Колей друг друга ненавидели, хотели морду друг другу набить. Мы сейчас с Викой где-то часок делали контент, фоткались. Там вон люди уже приехали. И море пришло. Закат красивый. Вообще замечательно. Люди как будто знают, что приходят, приваливают море и приезжают там рыбачить. Кстати, я сейчас заглядывала свой директ в инстаграм. И многие, оказывается, не знают, что такое отлив-прилив моря. Ну, что это очень странно, что море уходит, отлив-прилив. Для многих это дикость, и никто никогда не слышал. А ты знаешь, что такое прилив и отлив? Я знаю, но я гуглю. Я постоянно забываю об этом, постоянно гуглю. Понятно. Есть такое природное явление, как отлив-прилив. Да. То есть в Корее море уходит и приходит. Просто может быть в других, не знаю, географических местах такого нет. Ну, я только здесь, честно говоря, первый раз это увидела. Да, и на море-то я первый раз в этом году съездила. Восточная не уходит. Восточная не уходит, только желтая, да? Желтая? Желтая и грязная, и уходит, и вообще, блин. Вика, кстати, в костюме для серфингистов. Уже весь гамак намочили. Дети там купаются. Так и не выходят вообще. Сирс там не орет. Давай-давай, ныряй в бассейн. Вообще, очень круто здесь. Мне нравится. Мне нравится. Нырять я сейчас уже буду нырять. Почему-то я не ожидала, что Лера будет так хорошо купаться, но я очень рада этому, что ты купаешься. Ныряю, ныряю. Вы уже, смотрите, все синие стали. Пинай мячик. У меня уже закончилась батарейка на телефоне. Я взяла с собой пауэрбэнк, вынесла Каролине полотенце, чтобы оно вытерлось и согрелось. Все уже. А я там не снимаю. В общем, смотрите, как красиво вода играет. Точнее, свет на воде. Мы уже все покупались, я тоже покупалась. Прям до темна вот. Просто уже холодно стало, а так бы еще дальше купались бы. Да, Вика? Да. Слушай, так прикольно. Если бы вот как раз недельки две назад, да? Испарина была. Испарина, да. Можно было бы вообще. Сейчас уже чувствуется осень. Кстати, почему-то Каролина мерзнет больше, чем Лера. Видимо, ее костюм все-таки ее спасает. Она любит ходить. Это же еще термокостюм у нее как бы. Все, ты вылила воду отовсюду? Пока пусть это все... Давай, стой, стой, не сюда. Пусть это все там плавает. А мы с утра еще покупаемся. И потом уже все будем собирать. Сейчас пойду к морю. Посмотрю еще раз на закат, потому что я люблю смотреть на воду. Там еще раз жарят шашлык. Может быть сейчас чуть позже будет арбуз. А вечером, ну сейчас, в смысле, я собираюсь петь караоке. В общем, я продумала все до мелочей. И не продумала то, что нужно было взять верхнюю одежду, потому что не будет так холодно. Главное, ноги закрыть от комаров. И взяла с собой вот такие вот штаны. H&M. Вот такая красота. Кстати, рыбаки до сих пор здесь. Блин, как будто фотошоп. Смотрите. Розовое небо и розовое море. Как же здесь красиво. Я вообще в шоке. Как будто бы на другую планете мы оказались с вами. Серж ел там шашлык. Смотри, как красиво ты видишь. Розовое небо и розовое море. Круто? Угу. Кстати, отсюда приезжали, мусор забирали. И здесь не все домики сейчас сняты, я смотрю. Ну, потому что сегодня воскресенье получается, завтра всем на работу. А кочевые дни это пятница и суббота. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос. Почему ты раньше не любил Колю? Игнобил его. Ну, долгая история. Ну, расскажи вкратце. Начни сначала. Ну, до того, как мы еще познакомились с Вероникой, мы с ним встретились на работе. И как-то с самого начала у нас не сложились отношения. Вот. А потом, когда в процессе... Ну, и не было времени сильно его узнавать там, потому что достаточно очень обширная была территория, работали и так далее. Вот. И, соответственно, с первой, так скажем, встречи, с первого знакомства у нас... Давай, Санна. Ты запутался? Да. Я просто хочу сказать, что Серж работал тогда менеджером, а Коля работал у Сержа в подчинении. Вот именно поэтому вы и не взлюбили друг друга. Вот и все. Никаких секретов. А сейчас не разлей вода. Выбудь, а, друг другу. Сейчас пойдем, теперь отдельно Коля спросим. Твоя очередь. Что? Почему ты ненавидел Сержа, когда вы познакомились? Надо выбирать слова. Да? Уже можно не стесняться, мы же породнились. Да, почему ты ему... Почему ты ему морду хотел набить? Я набить ему морду хотел. Ну ладно. Ну-ка, ну-ка, так. Только выбирай слова. Надо было без Сергея спрашивать. Чтобы он потом там на видео увидел. Короче, я работал в сушибаре, то есть я крутил колбаски японские, а он был моим начальником. И просто иногда я просил Сергея довести там что-нибудь или еще какие-то там мелкие поручения, а вовремя он не довозил. Он был, говорит, моим начальником, и я ему давал мелкие поручения. Ну ладно, не поручения, а... Просьбы. Просьбы, да. У меня были такие небольшие просьбы, но он клал, я не знаю, там, на мои просьбы. Поэтому не нравился он тебе. Но потом Серж его в ответку, короче, штрафовал. Да? Ну было же такое. Здесь это уже чем-то другим пахнет. Да. Может быть, он просто Вике говорил, что я штрафовал, а на самом деле деньги не приносил. Вот и все правда сплыло. Не, ну так-то на самом деле... А, нет, меня штрафовали, кстати. Один день, когда ты уходил. Да, когда я остался, и это меня не спасло. А, это тебе кубков. Да. Всех загрузил, блин. А я остался, сидел, ждал, блин. Ну, это было, да, уже давно-давно. Потом мы все уже ушли с той работы, и вообще отлично. Так что, что ты можешь сказать сейчас? Что я могу сказать сейчас? Ну, как человек он мне нравится, не знаю, как по работе, я с ним уже не работаю. Ну, как человек хороший. А ты что можешь сказать, Сеш? Ну, работай, ну, хорошая. А как человек, я не знаю. Я с ним уже давно не живу, да, скажу? Давно не живу. Смотрите, нас уже начали комары кусать. Вон у Леры. Надо что-то намазать, смотри, у тебя вся ляжка красная, у тебя тоже. Здесь какие-то вообще, блин, комары, вон. У меня какие ноги самые страшные, блин. Вот здесь я даже не чесала, и у меня уже, смотри, бугорок. Это аллергия. Вот так надо крестик делать. И слюнями плачить. Да, в комментариях напишите, у кого какие лайфхаки. Как мне написали, крестик как смысл жизни. Именно вот на комарий на укус. Вика, наверное, до сих пор думает, только хорошо было бы здесь жить, да? Да, я не могу накайфовать. А у меня нет. Сергей? Ты бы хотела жить в таком доме? Ну, можно. Если я не буду убираться в нем. Нет, тогда не нужно. Тогда поменьше. Вы слышите, да, у нас здесь уже музычка, караоке. Вообще все шикарно. Кстати, мы еще с собой взяли раменчик, на всякий случай, чтобы, если кто-то вдруг захочет. У нас вот так. И печеньки. Печеньки? Иди там, посмотри, вон там, на улице. Кстати, здесь можно танцать. Заяц, привет, синегубка. Поздоровайся со зрителями. Как у тебя дела? Заби, ты Матвея. Вон он идет. Ну-ка, дай-ка, танцуй давай. Еще, еще. Матвей, идем. Втроем танцуйте. Что, устал? Накайфовался? Танцуйте. Все, они увидели микрофон. Все в твоих руках. Смотрите, здесь видео Кореи, улицы. Не, Аля, так прикольно, даже интересно будет смотреть. Дом такой большой, что никого не слышно. У нас Дима очень хорошо поет. Дима очень хорошо поет. Боже, какой пустяк. Делай хоть раз, что-нибудь не дай. Выкину к вам из дома. Сюда этот микрофон. Дима очень хорошо поет. Что-то серьезно я. Не побоясь мелочах потери. Слабо только небо за головой моей. Вы что, вкусненький арбузик? А, зайцы-гайцы. Какой арбуз вкусный. Да, очень сладкий. Вкусно. Фактически. Тает во рту. Прямо так узбекти, да? Да. Мы потеряли королеву, сидим там торт едим. И думаем, где же она? Зайка, давай я надену. На, возьми другой микрофон. Возьми этот. Мама, а вот так какую-то песню, а? Сейчас. Я рада тебя, брось меня, запусть. Ты любишь не меня, а другую. Брось меня, ты мне больше не нужен. Брось меня ради тебя, я люблю и брось так меня. Чтобы вы понимали, Каролина сама сейчас придумывает слова и поет, так как читать она еще так быстро не умеет. Вода уже ушла, представляете? Я думала, она хотя бы здесь ночку будет. Нет, вода ушла, и все ушли, уехали. Я говорю точно, корейцы все знают точное время, когда вода здесь уже будет нормально, и когда она уже уйдет. Здравствуйте. Привет. Надо было здесь треку с тобой, да? Вот, видишь, моментально допнуть, смотри, а? Осторожно, Вика, это же нельзя так. Почему нельзя? Взрыв будет, это же подальше от этого. Каролина просто здесь. Поет в образе. Ты будешь у нас актрисой, зайка. Певицей будешь у нас. Умничка. Аккуратней. Мы здесь массаживаем. Уже снова овощи, мясо. Прям здесь на полу? На первом этапе. Там комната есть? Ой, посмотрим. Выберем потом место. Салатик здесь я еще замешала. Но у нас закончился хлебец. Хлебец, хлебец. Здесь нету, да. Здесь будет, если он будет сладкий? А они сразу пригодятся. Вот сейчас пригодятся. Теперь мы будем петь караоке. Когда мной хотела караоке попеть, прям вообще жизнь. Я очень люблю петь. Ты мне больше не нужен. Проходи, ты вон, и есть меня. И больше не возражайся никогда Брось меня навсегда И ты мне больше не нужен Иди уходи к своей любовнице Иди уходи к своей любовнице, говорит Не знаю Мне больше не нужен идти Пусть идти в реку Сквозь в Америку Мы сейчас с Викой пели корейскую песню Осты с Дорамой Две штуки целых спели И знаете, так прикольно вообще Я до этого думала, что я на корейском петь не смогу После отсутствия практики многолетней Но на самом деле нет Один-два раза и все, уже начинаешь верить в себя Мы с Викой решили еще раз спеть Другую песню на корейском Так что будем слушать Ну, что народ уже есть Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь перешла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уже все спят, а я только закончила петь караоке. Я очень люблю петь, поэтому я сегодня оторвалась. Прямо на все 100%. Присела я сейчас на лестницу. Вы знаете, я очень раньше любила лестницы, особенно на них сидеть. Не знаю, почему так. Когда в школе училась, тоже любила сидеть на лестницах. Ну, с одноклассницами сидели и так далее. В общем, у меня голова заболелась ужасно, видимо, от музыки, да и вообще от перенасыщения сегодняшнего дня. Поэтому я буду заканчивать этот влог. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами уже завтра. Всем удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok